Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ответы на вопросы в видеоформате, вопросы, которые пришли ко мне из группы «Яко с нами Бог». Вопрос от Коли Таньского. «Отец Максим, добрый день! У меня такой вопрос. Как избавиться от просмотра фильмов, содержащих блуд? Сам немного воцерковлен человек, но от некоторых вещей могу удержаться. От этого очень трудно. Заранее спасибо. Храни вас Господь!» Самый простой, конечно, ответ на вопрос. Вот не смотри и, дескать, все будет хорошо. Не надо включать. Но понятно, что человек, когда задает вопрос, он бы не задал такой вопрос, ожидая соответствующего ответа. То, что в душе рождается противоречие, это даже хорошо. В душе рождается борьба. Действительно, человек понимает свою немощь, что к какому-то греху он прилип и начинает уже ненавидеть в себе этот грех. Это путь духовной борьбы, путь духовного исцеления. И этим путем идет каждый человек. И каждый из вас, как мне кажется, должен сматриваться в свою совесть, так же, как и я, так же, как и любой человек. И смотреть внимательно на эти противоречия, быть честным в этих противоречиях. Если они есть, пытаться их преодолеть. А как преодолеть? Преодолеть только встречным движением к Богу. Бога к человеку, человека к Богу. Других вариантов нет. То есть, нужно быть честным с самим собой. Если совесть подсказывает, что это грязь, если совесть нас обличает в этом, а совесть – это голос Бога внутри нас, то мы должны быть честными с этим. Мы должны дальше прилагать усилия, молитвенные усилия, прежде всего, Господи, дай мне благодать, дай мне разумение, дай мне силы это преодолеть. Вот это основа, это некий фундамент. Потому что без Божьей помощи вырваться от греха мы не сможем. Какими-то простыми механическими уловками, как аутотренинг, допустим, где мы обманываем сами себя, или НЛП, разные техники есть, где человек также убирает проблемы, складывая в какой-то конверт, представляя, что он выбрасывает форточку, и проблемы, казалось бы, нет. Но она есть. Она укореняется глубоко в душе. И вот только православная вера наша благодатью Божией исцеляет человека, вырывает с корнем вот эту болезнь. Но помимо того, что человек молится, обращается к Богу и просит у него силы, мы должны прежде всего, конечно, и сами не плашать, когда на Бога надеемся. И понятно, что молодой человек неженатый, нужно искать супругу, нужно искать, научиться дружить сначала. Нужно искать нечто, стараться видеть возвышенное в девушках, прилагать усилия к тому, чтобы появилась действительно подруга жизни, с которой бы дружили и строились бы отношения сначала на каких-то более возвышенных нотах. То, что, возможно, в юности, в юности вот это некое величие любви испытать. К этому нужно стремиться и прилагать силы. Если сидеть дома и не думать об этом, то можно так просидеть 5-10-15 лет. Нужно, опять же, Богу тоже с этим надоедать. Ну и нужно дальше продолжать бороться с этими противоречиями тем, что человек ходит в церковь, человек молится, человек приобщается к святыне. Вот это вот тоже очень важный момент преодоления этого греха. Когда мы приобщаемся к святыне, будь то, прежде всего, причастие, пребывание в храме, наша молитва, другие таинства церкви, исповедь прежде всего, потому что если в нас есть немощь, мы ее исповедуем пред Богом, получаем благодать Божию. И вот в совокупности всех этих внутренних усилий этот грех будет преодолен. Но окончательно преодолен, когда, конечно, вы женитесь и когда будете готовы жениться. Нужно понять, что сейчас нет у вас ни подруги, ни, конечно, супруги. Почему ее нет? Может быть, в моей душе есть какие-то такие корни где-то гордости, где-то эгоизма, который является следствием гордости, но они не позволяют созреть и не позволяют случиться тому, чтобы наконец-то совершился брак, который позволит во всей полноте раскрыть все, что дано Богом человеку, и духовное, и душевное, и телесное. Искренне желаю вам в этом помощи Божией. Елена Королева спрашивает. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать, покрестить ребенка во младенчестве или оставить ему свободу выбора и совершить этот обряд в сознательном возрасте спасибого? Ну, во-первых, это не обряд, это таинство. И в интернете можете посмотреть, почитать, чем отличается таинство от обряда. Но в православной церкви, в практике православной церкви принято совершать крещение во младенчестве, потому что родители отвечают за ребенка, которого они родили. Отвечают и перед законом, перед государством, родители отвечают, да? И в духовном смысле, в духовном аспекте этого вопроса также несут полную ответственность. Если родители принимают решение, что ребенок должен воспитываться в благодати Божией, они выбрали этот путь, путь веры православной, и ребенка хотят воспитать в православии. Поэтому они совершают таинство крещения в младенчестве. Поэтому у нас и крестят младенцев. И надо думать и понимать, что сатана, он не будет ждать до совершеннолетия, когда там вырастет этот младенец и, дескать, сам решит. Он будет его искушать и вести в свои сети без защитного, без духовного окормления, без духовной поддержки такого человека, обманывая и ведя в свои сети, лишая благодати Божией. А у него тысячелетний опыт, надо думать, обманывать людей и вести в свое царствие. Царствие дьявола, у него есть свое царство, и у Бога есть царство небесное, которому он призывает Господь и царем которого он является. Вот такой вопрос. Здравствуйте, батюшка, обращаюсь к вам за советом. Я увольняюсь с прежней работы, у меня случился нервный срыв. По рабочим вопросам, теперь уже больше нет сил, мне приходить туда не хочется, но я очень хорошо отношусь к коллективу и начальству, и представляю, что им без меня будет очень нелегко. Чувствую себя эгоисткой, истеричкой, как быть, свою помощь после увольнения я им предлагал, а для них все это очень неприятно. Мария Лебедева спрашивает. Здесь надо видеть, что если вы приняли уже решение, окончательное решение уйти, то и ваше предложение помощи пока будет неуместно. Вам нужно силу души потратить на то, чтобы все-таки оторваться от того, от чего вы хотели оторваться, потому что, видимо, там большая нагрузка или еще какие-то факторы, которые доводят вас до нервного срыва, несмотря на то, что вы хорошо относитесь к людям. И нужно, как мне кажется, все усилия приложить к тому, чтобы найти новую работу и поставить точки опоры на нечто новое в вашей жизни, где вы можете себя приложить и реализовать. А далее уже, потом посмотрите, имея этот стержень, посмотрите, будет ли у вас силы и возможности, желание предлагать свои какие-то, я не знаю, помощь, еще что-то в том прежнем коллективе, где вы были раньше. Владимир Цуканов, здравствуйте, подскажите, можно ли набить татуировку с нами бок на предплечье правой руки, если да, то как правильно все это сделать. Но я этого не советую. Не советую, потому что это некоторым образом пошло, вот такое выражение веры. У нас есть традиция выражения нашей веры, прежде всего несение креста. Если вы хотите другим показать, что вы верующий, я думаю, этого будет достаточно. Но уж если сильно хотите обратить на себя внимание в плане веры, ну купите большой крест, можно, почти как у меня. Но, по крайней мере, всегда можно что-то изменить. Но когда вы набьете татуировку, а потом вы подрастете, поймете, что что-то не так, у вас возникнет конфликт некий внутренний, убрать ее будет гораздо сложнее и дороже, надо сказать. Существуют способы, как там лазерная хирургия, еще что-то там. Но это уже будет совершенно другая история. Вы будете жалеть. В этом я нисколько не сомневаюсь.